Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. В Пермском крае нехватка врачей. В Преамурии прокуратура помогла медикам получить выплаты. Новостной портал ProPerm.ru рассказал о критическом положении в Чайковской центральной городской больнице. Согласно источникам в больнице, из хирургического отделения Чайковской ЦГБ уволилось трое врачей-хирургов. Медики были недовольны переработками и недостаточной оплатой труда. По словам собеседника онлайн-издания, по штатному расписанию в хирургии ЦГБ должно быть 9 врачей. Но дежурные смены распределялись только между тремя медиками. Именно они и уволились. Кроме того, после увольнения, один из врачей не получил оплаты за все отработанное дежурство. Он уже написал жалобу в Минздрав и намерен судиться. Как сообщил источник, на время отсутствия дежурных хирургов в отделении, пациентов с острыми патологиями, например, с острым аппендицитом, направляли на машине неотложки в ближайшее отделение в Воткинск. В региональном Минздраве подтвердили, что о проблеме с хирургами в Чайковском известна. Чтобы экстренно снять проблему с недостающими врачами по профилям хирургия и урология, в Чайковскую ЦГБ с 6 августа были направлены три врача-хирурга. Они были командированы из Пермской краевой клинической больницы. По данным Министерства здравоохранения Пермского края, численность медицинского персонала в регионе неуклонно падает с 2021 года и на 2023 год составляла 35,5 человек на 10 тысяч населения. Это ниже общероссийского показателя в 41,5 врача на 10 тысяч населения. Как указывается в опубликованном на сайте Минздрава в июле 2024 года отчете об обеспечении медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Проблема нехватки кадров системная. Эта проблема возникает из-за перегрузок и старения врачебного персонала. Около 25% врачей пенсионного и предпенсионного возраста. Интернет-портал ДВРОС сообщает, что сотрудникам больницы в Преамурье недоплатили 1,3 миллиона рублей за сверхурочную работу. Прокуратура Сковородинского района Амурской области провела проверку по коллективному обращению работников больницы. Установлено, что вопреки требованиям трудового законодательства в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области Сковородинское ЦРБ не соблюдался режим рабочего времени. Кроме того, оплата, фактически отработанной работниками сверхурочной работы, своевременно не производилась. Некоторые медицинские работники за июнь 2024 года отработали годовую норму сверхурочных часов. В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура внесла руководителю учреждения представление. Благодаря вмешательству надзорного ведомства 86 медицинским работникам оплачена переработка в размере более 1,3 миллиона рублей. Красная радиофонда рабочей академии неоднократно рассказывала о проблемах здравоохранения в средних по размеру городах России. Такие случаи, когда медикам не выплачивают заработанные ими деньги, встречаются очень часто. Также характерно, что медицинским работникам в таких случаях помогает прокуратура. Однако то, что прокуроры поддерживают медиков в том или ином случае, это лишь латание дыр. Снова и снова от медиков слышится предупреждение, что в системе здравоохранения страны есть системные проблемы. Это, конечно, переработки и старение персонала. Медикам, так же как и другим работникам социальной сферы, нужно объединяться в действующие профсоюзы. Такие профсоюзы будут строго следить за исполнением Трудового кодекса и отраслевых соглашений в сфере медицины. Профсоюз должен наблюдать за тем, чтобы медицинские работники не перерабатывали, и чтобы все положенные выплаты начислялись правильно и вовремя. Сверх того, медицинские работники могут составить прогрессивный коллективный договор, в котором прописать условия труда, которые будут лучше, чем в Трудовом кодексе. К тому же, коллективный договор может содержать требования о повышении зарплаты. А при высокой зарплате в медицинскую профессию пойдет и молодежь. С вами был Беркутов Марк с коммунистическим приветом из Малой Вишеры.